всем приветики 30 октября воскресенье мне сегодня на работу к 8 утра я собираюсь уже встала коля не спит представляете не спит я бы дрыхла и дрыхла сегодня так тяжело просыпалась ты чё тут улеглась лисочка то чё мешала на кухне так тяжело просыпалась играла в игру с глазами я их открывала не закрывались и потом уже думаю да ёлки-палки я прям ну отключаюсь думаю как прожить этот день как встать ну и чё встала походила свиней покормила все нормально все хорошо бодрячком чё за чудо такой этот сон да как будто в другую реальность погружаясь это спишь как трудно порой с этой реальности выкарабкаться да чему ее луку хоть и шесть и не надо ее есть она насъедобна как же на улице мерзко плюс 2 градуса но такой сильный ветер сыро слякотно снег мокрый идет сразу тает короче такая погода жесть даже вот сказать если бы бывает погода минус 10 без ветра снежок падает гораздо лучше чем сейчас при плюсовой температуре а вот о чем я говорила видите фура стоит там наша продукция там не только наши еще других предпринимателей ну наши в конце и к нам к первым приезжают разгружают все приходят к 7 утра мне к 7 утра воскресенье приходить не обязательно потому что приходные накладные я заношу заранее а сегодня я делаю прайсы проверяющую кое-какие цены короче всякая чепухня и я все успеваю даже когда приезжаю к 8 гляньте чё гляньте чё ты откуда взялась такая гляньте где ты была вообще откуда ты взялась бабочка проснулась ты моя халюшка ты моя пригожка тепло что ли тебе стало тебе спать надо уже лечу тебе делать надо батюшки телефон но еще машину разгружать я пока не могу сказать ну наверно заказывали то поросенка с хреном вам коробку оставить чего вас там замело сильно да но у нас тоже тут слакотно тает но он тоже ехать не комфортно было значит поросенок с креном вам оставить коробку хорошо я запишу сейчас авторик сейчас звонил сказал что из-за милой я не помню откуда он чехолёшка такая жалко тебя полетела полетела улетела ладно летай буду следить чтобы те не наступили я уже отработала я уже дома купила лиски вот такое вот лакомство сто процентов сто процентов натурально написано укрепляет иммунитет снижает три заболевания вот еще и иммунная защита интересно 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 просто наверное кусочки вяленого мяса для взрослых котов кошек котят старше трех месяцев не должно превышать 1 4 суточного рациона питания ну короче мягкая соломка для кошек наверное из птицы ну к состав есть тут мясо утки 80 процентов растительный белок крахмал 4 процента глицерин ну короче говоря короче говоря тут утка у тебя натуральная утка леса ты хочешь тебе надо ты хочешь идти тебе надо ее до тебе надо эту утку погоди я открою лису мурмяу мурмяу нравится мурмяу тебе мурмяу ленте 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 нравится 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 тебе игулька там тебя с толку сбивать чем не делать чем не делать голубя ловить или утку жрать давай давай хищник ты мой хищница вот так вот вот так мы будем кушать сушите скоро уезжать но числа восьмого да все лиска убежала в коридор с кусочком утки и я еще мы не уехали я уже скучаю за кошкой я уже скучаю не представляю как я буду без нее мне уже грустно я уже чуть ли не плакаю ну ладно чё сделать люди расстаются ненадолго с кошками надолго бывает уезжают в отпуск оставляют я да ненадолго недельки на две поэтому буду скучать буду скучить интересная штучка потому что у тебя на задних лапах выскакала нужно скакать можно играть а ну-ка покажи нам ну чё ты отвлеклась покажи нам как ты с ней обращаешься вот так вот это игрушка и вкусняшка и и еда и все на свете не ходи тукаколе туда давай на тебя посмотрим умыться надо быстрее давай поиграй что вкусная штука давай вот это меня придарила вот это задарил да там у нее вкусняха пошли туда в коридор пошли он тут пушу телевизор смотрит оба на хищник оба на хищник кстати любит играть знаете чем постоянно тырят вот эти маленькие крышечки есть от воды да я закрываю воду или бутылочки по больше вот эти крысочки крышечки крышечки как с молока вот и она постоянно их любит тырить и потом гоняет да и сейчас скажу таки у меня пристрастия игровые так интересно за не наблюдать так интересно за не наблюдать кстати да разговаривала сегодня с икорцем представляете там плюс 15 градусов но когда мы уже поедем уже там будет похолоднее прогноз смотрела правда наперед нельзя загадывать вернее верить этому не сметь его вот ну по крайней мере не так как здесь холодно и там до сих пор дофигище грибов люди собирают грибы под над дорогами стоят машины вот многие в лесу на телескоп обдирала внизу пообзирала как только открываю шкафчики она ложится начинает грызть ну что же делать издержки производства и так она больше ничего не грызет кстати у меня ни углы не обои ничего к счастью пока по крайней мере такая игрушка такая игруха с ней ножек много потом эти зонтиков много еще каких-то грибов сейчас самый-самый грибной сезон наверное у нас мурманске раньше был в воронежской области сейчас этот год наверно богат на грибы много где так вот так вот мы грызем сейчас пойду до собираю но поскладываю коробочки то что я купила фикс прайсе там всякие штучки я не складывала еще не раскладывала по коробочкам где у меня грибы стоят каждому чего-то как-то надо что-то еще по добавлять коробочку кошка спит она устала не спит до нагло сильно избатала короче мы слизко на на часа два там возились в комнате я разбиралась коробками потом разбиралась с кормом для зверей готовила всякие веточки палочки формировала так чтобы оле было удобно приходить и кормить брать что шиншиллом там свинкам с кормами под металла короче все это время мы были с лиской лиска там чего вытворяла и в коробке по коробкам и чуть ли мне по голове скакала как коняка как лошадяка вот все мы с ней закончили я пришла мысли главное закончили я в комнате дела закончила пришла на кухню надо готовить лиска пришла со мной но я вижу не уже кончились силы девчонки еще набегалась залезла в крышку это от микроволновки но в микроволновку вернее закрывать еду ну пусть лежит потом помою два лиска киска и что я делаю чем я занимаюсь здесь у меня будет солянка солянка малянка расскажу в процессе по ходу как я готовлю я готовлю без картошки я знаю что кто-то готовит с картошкой но для меня солянка с картошкой это колбасный суп да с картошкой то есть солянка нормально на вернее нормально настоящая солянка она готовится без картошки и так колбасные изделия у меня кипят коли мне отвлекал и я уже забыл на чем закончил неважно колбасные деле мне кипят они когда кипят они выделяют конечно жир жир я снимаю одновременно сейчас у меня будет здесь готовится зажарка лука идет много режу я полукольца потом полукольца еще пола полопам полопам и таким образом обжарю потом добавлю туда томатик можно помидорки и отдельно буду тушить огурчики до мягкости здесь у меня варится рыбка будет заливной из рыбы или как по-другому коли называет это рыбный холодец дошло дело до огурчиков кстати так не потеть кстати солянку я делаю по памяти и делаю так сейчас потем немножко как мы делали в ресторане когда я работала в ресторане так делали там солянку я запомнила если ничего не перепутаю значит все будет так как я раньше знала давно и не делала значит так здесь вот огурчики огурчики режу соломкой можно натереть на терке мне вкуснее лучше соломкой огурчики тети клаван и и в этом году она прям настаивала она даже меня как терроризировала татаре небесное терроризировал окошкой сказал алина если ты не заберешь все огурцы я тебе не отдал кошку представляете тетя клав не надо мне столько много у нее было банок банок но больше десяти вот таких вот я тетка куда мне столько огурцов забирай все я себе закрою забирай тебе нужнее вот она как чувствовала что-то огурцы и не пригодятся на самом деле ну может я так думаю просто летит и ее рукой подписано 2020 но эта банка еще надо позапрошлогодняя есть и прошлогодние в этом году наверное она уже не успела конечно закрыть огурчики так что вот единственное что я знаю она закрыла клубнику вареницы и когда она закрывала клубнику она говорила вот я вам тут приготовила баночки насти своей сестре которая живет в мурманске приготовила так что надо будет найти это варенье клубничное и обязательно отвезти хоть несколько баночек тети насти сестре которая живет здесь в мурманске потому что тетя клава собиралась приехать сама и очень хотела и отвезти своего клубничного варенья так что вот так вот огурчики сейчас у меня проварятся потом я их добавлю сюда здесь я не солю ничего колбаска соленая огурчики соленые проварятся добавлю сначала туда огурцы без водички потом буду пробовать на соль если мне будет мало соли я тут рассоль через в котором варится бутики я добавлю сюда в кастрюльку вместо соли ну лучок пока у меня обжаривается и рыба рыбака как закипает и осталось у меня два окунька не не влезли в кастрюльку их я замариную с приправками с лаврушечкой замотаю фольгу завтра запеку в духовке и по пульке отнесу уже во вторник кстати кстати о птичках кстати о кошках коса мариса спит значит завтра я забираю после работы дуняшку не у каникулы и забираю собака барабака коля не знает это будет сюрприз тут наверно будут такие скачки близко подросла они не видели сколько месяца два наверное вот я конечно бы предпочитала забирать собаку когда кошка когда кошка на рыбалке когда коли до рыбалки чтобы сильно его не терроризировать потому что до кошки то закрывается теперь бы закрываться еще от собаки но очень интересно посмотреть как они встретятся это во первых а во вторых нельзя допускать того чтобы они совсем друг о друге забыли все таки летом миша саша из дуни ну короче семью уедут в отпуск опять скорее всего собаков ставят нам если они за год друг друга забудут кошка уже будет взрослая собака тоже может позабыть о кошке как-то они уже встретятся по-другому возможно ну подерутся возможно не подерутся возможно вспомнят то по крайней мере изредка изредка устраивать встречи нужно поэтому завтра у вас встреча собакой барабакой ну что зажарку добавила огурчики добавила все прокипятила перчик довела до вкуса очень вкусно можете мне поверить маслины лимончик добавляются при подаче но коля маслины и оливки не любит добавляем только лимон это не всегда я маслины и оливки люблю но как бы мне есть они хорошо нет как бы все равно и все соляночка все сейчас займусь заливным ну и знаете как называется сейчас займусь заливным достала рыбу чтобы рыба остыла и чего села стала монтировать потом еще какие-то дела передела потом вернулась на кухню думаю сейчас займусь заливным в итоге смонтировала домонтировала видео поболтала с андрюшкой звонил кошка уже наверное два часа точно дрыхнет выходила отсюда выходила размяла лапки размяла лапки вернулась обратно кстати тут коробочки я собираю потому что поедем когда в воронежскую область хочу привести немножко деревенских яиц коробочек у меня нет тут этот 2 а вот ну намного не надо еще две-три коробочки нормально привезем деревенских яиц коль и пить он их любит пить нравится да нравится но не вкуснее естественно покупных магазинах так что вот так вот ладно сейчас я займусь все-таки заливным до для рассказала лена сделала мужик сказал мужик сделал и не надо целый год ему это повторять так что все ладно видео буду заканчивать всем пока всех люблю и конечно же до новых видео